Специально акцизная марка, помимо идет голограмма, идет лента металлическая, идет наименование, название, литраж указан, идет марка, что она защищена. Всего один штрих-код, а покупатель получит всю необходимую информацию о содержимом бутылки. Такие наклейки сейчас обязательное требование государства к производителям спиртного в связи с введением единой государственной автоматизированной системы учета оборота данной продукции, сокращенно ЕГАИС. Ее должны установить у себя и крупные торговые сети, и владельцы сельских магазинчиков, чтобы государство было в курсе всех сделок по продаже алкоголя, включая пиво. Предприниматели не против такого контроля, однако подключение к ЕГАИС – это новые затраты и лишние хлопоты. Там очень много нюансов, там постоянно не работают вот эти модули, постоянно нужно требуется более детальное внедрение, там постоянно подтверждение, и это ежедневное нужно будет подтверждение. То есть затраты бухгалтера, предпринимателя очень сильные, и многие, конечно, жалуются. Владелец небольшого магазинчика Марина Кузьеванова, как и полагается, с нового года подключилась к ЕГАИС. Пока лишь продавцы отчитываются за оптовую покупку алкоголя. А вот с 1 июля уже покупатели поймут, для чего нужна новая система. Во всех торговых точках должны появиться специальные считыватели, и поднеся к ним бутылку, человек на чеке получит информацию о товаре, сертифицирован он или нет. Также планируется, что будет специальное приложение для смартфонов, и поднеся гаджет к штрих-коду, покупатель уже на этапе выбора будет знать, что берет. Это, по идее, государство должно закрыть доступ нелегальной продукции на прилавке магазинов. Затем, как идет подключение к ЕГАИС, в Хакасии следит отдел лицензирования в составе Минстроя, и там результатом довольны. В Российской Федерации мы находимся на 15-й позиции, и мы полагаем, что это достаточно успешное внедрение единой системы в Республике Хакасия. В принципе, конечно, нам, наверное, попроще, чем другим субъектам Федерации, особенно большим. У нас порядка двух тысяч торговых объектов, в которых осуществляется лицензированная продажа алкогольной продукции. И уже порядка 96% лицензиатов и торговых точек подключены к системе ЕГАИС. По сути, с 1 июля продавать алкоголь при отсутствии системы ЕГАИС в рознице ни магазины, ни рестораны не смогут. Успеют ли все закупить считыватели штрих-кодов – большой вопрос. Непонятно, и как именно внедрение системы отразится на ценовой политике. Затраты бизнеса растут, и за гарантию качества безопасности напитка в конечном счете придется платить покупателю. Марина Конодакова, Сергей Казмин, Станислав Колченаев, Вести Хакасия.